Всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать о некоторых пунктах, которые я считаю обязательны для предновогодней и новогодней перезагрузки. Для себя самого, для того, что находится вокруг тебя, что находится внутри, как здесь, так и снаружи. В общем, я думаю, вы помните то, что я, наверное, каждый год об этом думаю, это делаю и вам об этом рассказываю. И это будет не исключением. Я расскажу вам о некоторых пунктах, которые я считаю важными, именно в том плане, что стоит заострить на них какое-то внимание, обратить, по крайней мере, его. И понять, что бы вы хотели добавить, возможно, в сейчас состояние ваше, может быть, на будущее какие-то сделать заметочки, над чем бы стоило еще поработать. И начнем мы, наверное, с одного из самых главных пунктов новогодней перезагрузки. Это желание выбросить все ненужное, все лишнее. Причем я говорю именно о желании, потому что вы действительно должны чувствовать то, что есть что-то такое, что вам не нужно. Это касается как вещей, так ваших мыслей, ваших дел и ваших отношений. Четыре пункта, о которых вы должны задуматься. Потому что очень многие вещи, которые нас окружают, нам просто не нужны. Это, опять же, относится к этим всем четырям пунктам. Очень много лишнего, очень много ненужных дел, которые нужно либо уже закончить, либо забыть о них. Очень много людей, которые высасывают из нас всю энергию и не позволяют двигаться нам дальше. Рассказать этому стоп. Пора выбрать то, что вы хотите для себя и что вам действительно хочется оставить в своей жизни. Беспорядок дарит очень много негативных эмоций, которые ведут к абсолютно выматыванию, вытягиванию из вас энергии, отмене мотивации какой-либо. Поэтому от таких вещей нужно, безусловно, отказываться. Вы заслуживаете простора, лёгкости, свободы. И это всё вы сами можете себе принести. Просто разгребя свои мысли, свои вещи. И вам станет легче. Следующий пункт — это перестаньте всё контролировать. Если вам комфортно, то забейте. Если кому-то это не нравится, но вам в этом комфорта, забейте. Просто постарайтесь почувствовать себя хорошо и почувствовать себя именно в том, где вы хотите чувствовать себя хорошо. Позвольте себе это иметь. И это даст вам намного больше, чем вот это вот состояние того, что вы всё контролируете. Освежите своё место обитания вокруг. Это очень важно. Вы можете как добавить какие-то очень милые, приятные гирлянды, так и полностью поменять перестановку, например, добавить какую-то мебель, убрать опять же какую-то мебель. Можете просто взять подручные средства, сделать какой-нибудь классный DIY и опять же привнести что-то новое в свою комнату. Это обновление в комнате принесёт какое-то обновление в вашем мозгу, и это даст вам новые силы, новую энергию на наш новый 2018 год. Следующая часть, наверное, моей перезагрузки — это погуляйте. Погуляйте одни, возможно, погуляйте с кем-то. Подумайте. Можете погулять с музыкой, можете погулять с какой-либо книгой. Подумайте, что вы хотите, что вам нужно. Такие прогулки, они позволяют как-то, знаете, систематизировать наши мысли. И даже если у вас нет времени, например, на полноценную прогулку, то выйдите минут на пять, на десять пораньше из дома и просто сделайте какой-нибудь дополнительный кружок. Подумайте, что вы есть сейчас, хотели ли вы быть этим человеком. Просто задайте честно себе этот вопрос и честно на него ответьте. Вы знаете, чего вы хотите. Каждый из вас знает. Просто задавайте себе вопросы, которые помогут дать на них ответы. Просто задавайте себе вопросы, на которые вы хотите получить ответ. И отвечайте обязательно честно. Будьте честными с самим собой. Прогулки как раз-таки помогут вам именно сфокусироваться на вас, на ваших мыслях. Так что не упускайте такую прекрасную возможность и побольше гуляйте. Также, как прекрасное дополнение, наверное, к этому, это то, что сейчас все, наверное, города уже украшены к Новому году, поэтому будет очень приятно находиться в этой атмосфере и заряжаться ей, настраиваться на новый лад, настраиваться уже на новогоднее настроение, на какие-то праздничные милые вещи. Просто расслабьтесь, погуляйте и сделайте это все-все-все вместе. И следующий мой пункт, это займитесь немножко активностью. И опять же, прогулки тоже под активность подходят. Можете как гулять, так и выйти, например, в парк куда-то, покататься на коньках, например, или, может быть, на лыжах. Может быть, сходить на какую-нибудь йогу, медитацию, еще какую-нибудь прелесть. И добавить в свою жизнь именно, знаете, вот такого приятного, приятного, активного времяпровержения. Потому что очень часто мы именно засиживаемся, нам некогда. А сейчас пришло время. Следующая вещь, которая... Я не знаю, знаете, у меня очень странно составлены пункты, потому что они либо перекликаются очень честно близко, либо они относительно противоположны. Потому что следующий пункт, это выспаться. Потому что, черт, сон делает нас людьми. Если я не высыпаюсь, я абсолютно не могу сосредоточиться хорошо. Мой мозг действительно не хочет работать. По крайней мере, так продуктивно, как мне нужно. Это мое тело не хочет мне подчиняться, потому что я не выспалась. Поэтому высыпайтесь. Например, я знаю, что меня все равно смотрят люди, которые еще и помладше меня, у которых есть время назад, чтобы выспаться. Ребят, высыпайтесь. У вас есть возможность, высыпайтесь. То время, пресиженное в интернете, особенно после 11, оно не имеет смысла. Навряд ли оно имеет смысл. Пользуйтесь тем, пока у вас есть время на ваш сон. Потому что потом, скорее всего, будет работа, будет учеба. Возможно, это все вместе. Возможно, еще что-то добавится. И вам совсем будет не до сна. По крайней мере, вашему организму у вас 100% будет не хватать. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Выспитесь еще за меня, пожалуйста. Следующий пункт, это позвольте, опять же, себе хобби для души. Найдите время на то, чтобы почитать, писать, порисовать. Насладиться тем, что вам действительно нравится. Я это делаю на самом деле. Вот после работы прихожу, чаще всего себе наливаю чай и сажусь читаю. Мне этого так долго не хватало, что сейчас я просто не могу не позволить себе этого. Я очень этого хочу и очень люблю этот момент, когда я могу сесть, почитать и насладиться этим моментом. Поэтому хобби для души. Я уверена, у каждого оно есть. Поэтому обязательно доставляйте себе это удовольствие. Пускай вы сами чувствуете себя хорошо от того, что вы делаете. Это невероятно важно. Вы для этого можете даже выделять специальное время в течение дня. Просто отложите какое-то дело, например, на полчаса или на час, если вы читаете, к примеру. Просто отложите. Вот вы делали, делали и почувствовали, что хотите заняться чем-то для себя. Отложите это дело. Оно никуда не уйдет, скорее всего. Если уйдет, конечно, вы его сделаете. Но если это то дело, которое можно отложить, и, в принципе, ничего от этого не изменится, то позвольте себе насладиться тем, что вы правда любите. Следующий пункт это больше улыбок. Знаете, вот я убедилась за всю свою жизнь в том, что улыбок много не бывает. И, например, сейчас я очень люблю идти утром. Я слушаю музыку. Последнее время слушаю Хвандер. Я иду, знаете, и я настолько счастливую улыбку улыбаюсь, я могу идти и подпевать под песню. Потому что, знаете, у меня воспоминания, как я была на концерте, как они пели, и как я тогда улыбалась. И я иду, знаете, с таким наслаждением я иду и улыбаюсь. И люди смотрят, знаете, с непониманием, они идут с плохим настроением. И вот такое ощущение, что вот почему вам так плохо? Блин, день только начался. Улыбайтесь. Просто если вы чувствуете себя хорошо, то улыбнитесь. Возможно, вы сможете кого-то другого зарядить этим хорошо, и у него день пойдет совсем по-другому. Поэтому не упускайте такую простую форму передачи хорошего настроения, как улыбка. Следующая вещь, о которой я очень хочу сказать, это приготовьте себе какую-нибудь вкусняшку. Советую имбирное печенье, потому что я попробовала его сделать, и это, наверное, был один из первых раз, когда я вот прям запекала это все дело. Это не было как печеньки, там только овсянка, банан ты засунул и все. Тут было сложнее. И это удивительно, сколько эмоций это приносит, и насколько, блин, это вкусно. Поэтому, пожалуйста, приготовьте имбирное печенье. Это очень классная вещь, и они очень вкусные. Именно желательно самим приготовить, потому что, знаете, добавляет атмосферу. И, знаете, еще если налить какой-нибудь кофеек, или, например, налить какао, взбитых сливок, добавить маршмеллоки, и просто посидеть и насладиться. Черт, у нас новогодняя пора. Вот мне еще нравится очень, например, как мое хобби, это смотреть Зои Саки, то, как они вот салфи это все делают, и насколько она горит вот этим желанием наслаждаться этим временем. И мы, вот мне нравится это у нее перенимать, потому что я тоже начинаю наслаждаться именно этим новогодним временем. Наверное, одна из самых важных, на самом деле, вещей, это будьте благодарны. Просто будьте благодарны родителям за то, что вы у них есть, и то, что они у вас есть. Вашим родным, вашим близким, вашим друзьям, вашим молодым людям, вашим коллегам, всем. Будьте благодарны за любую мелочь или за какую-то важную вещь. Это очень важно. Именно благодарить людей, уметь их благодарить. И как часть благодарности, как один из путей благодарности, это может быть как раз-таки какой-то, возможно, небольшой, но новогодний подарок. Может быть, это какие-то будут маленькие, милые детальки. Но это будет благодарность за то, что они у вас есть, и за то, что у вас есть, знаете, ценность друг друга. И я думаю, вы знаете, то, что я не очень близка, наверное, с подарками. Мне далеко не всегда получается дарить что-то стоящее, к сожалению, или, может быть, счастью. Но я пытаюсь. И если вам, например, тяжело благодарить людей, и вы об этом забываете, то попробуйте. Попробуйте подарить им какой-то небольшой и милый подарок. И это были все мои пункты, которые, я считаю, просто, ну, желательно использовать именно в своей перезагрузке новогодней. К тому, чтобы настроиться на новый лад, на новый год, возможно, на новых вас, на новые возможности, на новые силы, на всё новое. У нас есть такой шанс. И вот это вот психологическое, новый год, новая жизнь, новая-новая. Просто подтолкните себя к этому. И вам будет проще начать. Начать что-то новое. Быть смелее. Быть любимее. Быть просто самыми счастливыми на свете. Потому что именно вы можете сделать себя самыми счастливыми на свете. Не упускайте такую возможность. И перезагрузимся немного к Новому году. Спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если у вас есть какие-то ещё идеи, особенно новогодних видео, пишите мне их в комментарии. Я постараюсь их снять. Если же нет, то была бы рада услышать от вас какие-то идеи, возможно, уже после Нового года. Что-то про новую жизнь, новые возможности, что-то такое. С радостью для вас сниму. Я вас всех очень сильно люблю. Спасибо, что посмотрели это видео. И мы с вами увидимся очень-очень скоро. Так что пока-пока. Продолжение следует...